В Канаше прошел фестиваль художественной самодеятельности «Поет душа». Уже в седьмой раз творческие коллективы пожилых людей, а фестиваль проводится именно для них, демонстрируют не только свои таланты, но и волю к победе и интерес к жизни. Участников фестиваля приехал поприветствовать и Михаил Игнатьев. Народное творчество в Чувашии, как и в любой российской глубинке, очень развито. От них только ансамбли художественной самодеятельности у нас больше полутора тысяч, и чуть меньше театральных коллективов и кружков декоративно-прикладного искусства. Но ветеранские ансамбли особенно уважаемы, хотя бы потому, что песни поют душой, а душа у пожилого человека очень мудрая и любящая. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии заметил, бабушки и дедушки играют огромную роль не только в своих семьях, но и в обществе в целом. Они хранители лучших традиций, главные воспитатели подрастающего поколения. Михаил Игнатьев рассказал участникам фестиваля о перспективах развития КНШ, который вошел в федеральную программу поддержки моногородов. Все решения приняты, документально подписаны. Не менее 600 миллионов рублей город Каныш получит средства для того, чтобы развивать экономику. Плюс предприниматели и бизнесмены будут реализовывать еще несколько проектов на сумму несколько миллиардов рублей, просто корректируются с учетом финансового кризиса и будут созданы хорошие высокопроизводительные рабочие места. Михаил Игнатьев пожелал участникам фестиваля вдохновения и новых творческих успехов. Народное творчество – это очень значимое объединяющее начало, язык, который понятен всем, независимо от национальности, социального статуса, возраста. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.